Чёрт! Каратэ – древнейшее японское искусство боя. Пустая или лёгкая рука. Чтобы овладеть всеми приёмами защиты и нападения, спортсмены тренируются каждый день. Занятия очень изнуряющие. Но Степана Ломака это не останавливает. Он на татаме уже 9 лет. Пятилетним малышом в секцию мальчика привёл папа. Я до этого не хотел. Пришёл, по делу там, позанимался. Я говорю родителям, мне понравилось. Я с этого момента начал ходить. Папа по совместительству, ещё и тренер Степана, сам занимается каратэ с 7 лет. И раздумий, куда отдать сына, никогда не было. Здесь я как-то попал в секцию Кикушенко. Встретил тренера, познакомились с ним. Я знал уже про Кикушенко. И ребёнок у меня тренировался. Я от той секции отказался. Отказал, всё, мы идём в каратэ. С женой решили вдвоём, что поведём ребёнка в каратэ. И с 5 лет он начал заниматься. Добиваться результата. Видим, что получается. Сейчас в спортивной организации Максима Ломака занимается 50 человек разного возраста. Все, кому исполнилось 8, начинают ездить на чемпионаты. Степан только что выиграл первенство Уральского федерального округа, где встречались 5 сотен каратистов его возраста и младших. А в марте едет представлять нашу область на международных соревнованиях в Москве. Да, сейчас темпы не сбавляем. Всё, продолжаем, продолжаем тренироваться каждый день. Кроме воскресенья, воскресенье отдых. Надо же когда-то отдыхать всё равно. У Степана сейчас зелёный пояс. Как распустившийся цветок, он свидетельствует о шести ступенях освоения искусства боя. В Москве Стёпа будет бороться за получение коричневой ленты к своему зелёному поясу, за повышение статуса. Застичь цели своей, стать чемпионом России, мира, стать чёрным поясом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok